Первоначальная задача клуба самообороны – это снизить рост насилия в отношении подростков, девушек и женщин путём применения боевых приёмов по защите самих себя. Тренировки будут преподавать тренера по боевым единоборствам. Официально клуб заработает 10 августа. Первый набор пройдёт среди представительниц СМИ. Здесь наш проект такой, что женщина могла себя защитить, и чтобы было безопасно для неё и для других. Самооборону у нас здесь будем обучать. Здесь у нас много работы предстоит. Чахраус. Представительницы средств массовой информации первыми протестируют пилотный проект. Курсы по самообороне продлятся один месяц. Проект будет доработан по предложениям, и после ожидается его распространение по всем регионам страны. Наша компания, наша федерация занимается обучением и улучшением качества тренеров, обучением за рубежом и улучшением качества образования спортивных тренеров. Также наша компания, то есть моя компания Юни-Профит, будет сопровождать и поддерживать спортсменов и тренеров на образовательных мероприятиях и обучениях за рубежом и в нашей стране. Тема насилия в Кыргызстане стоит остро. Не каждая женщина может за себя постоять. Именно программа самообороны научит участниц основам психологии, тактики и техникам самозащиты от угроз в любой форме – от домашнего насилия в семье и домогательства на работе до условий, связанных с нападением. Я считаю, что подготовка девочек и обладение навыков самообороны очень важно в первую очередь, потому что, если вы посмотрите статистику, то 95% пострадавших от гендерного насилия, в том числе и от семейного насилия – это женщины. Скорее всего, это связано с тем, что женщины физически слабее, и мы, к сожалению, не обращаем на это должного внимания, и у них нет зачастую физической подготовки даже для базовой самообороны. Идея запуска проекта «Клуб самообороны» принадлежит Федерации смешанных боевых единоборств и Панкратиона и Федерации профессиональной лиги ММА Кыргызстана. Ожидается, что обучать участниц проекта будут не только отечественные тренера, но и зарубежные. Сымбат Алмазова, Санлима Дюшенбекова, Эрмек Кадыров, УТРК Чуй.